ДИСНАТОВ Десногорские эксперты проекта «Росатом вместе» начали свою работу. В нашем мире мы не можем жить без энергии, но ничто не бесконечно, поэтому мы обязаны ее сохранять и ценить. Молодежь Десногорска зажгла на Всероссийском фестивале «Вместе ярче». Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. В четвертый раз слез соревнования «Мультигонка. Единая команда» с успехом прошел в Десногорске. 15 сентября по традиции здесь встретились сборные молодежные команды «Атомэнергопроект» и «Смоленской атомной электростанции». Подробности далее. Всего полтора километра, но зато какие. Пересеченная местность с элементами ориентирования и спортивного туризма, параллельная и навесная переправы, спуски и подъемы, болота, бабочка и паутина. 15 этапов, на протяжении которых приходится преодолевать не только физическую нагрузку, но еще и свои страхи. В команде шесть человек. Каждый участник оснащен всем необходимым снаряжением. Сопровождают их опытные судьи Александр Михайлов и Михаил Семкин. Главное, проходит стабильно, безопасно. Все объединены одной целью, чтобы пройти все до конца, слаженно, набрать наименьшее количество баллов и друг другу помогать. Общий командный дух помогает преодолеть все трудности. Казалось бы, силы на исходе, но надо идти дальше. Нельзя подвести товарищей. Участники подбадривают друг друга и помогают тем, кто послабее. Пройти в одиночку такой маршрут просто невозможно. Этапы мультигонки рассчитаны на людей абсолютно разной спортивной подготовки. Быть спортсменом, чтобы пройти их, совершенно не обязательно. Но ловкость и сноровка все-таки необходимы. На таких соревнованиях безопасность превыше всего. Страховка и карабин – первые друзья спортсмена. Время поджимает. От скорости прохождения этапов зависит конечный результат команды. Однако за нарушение правил назначаются штрафные баллы, поэтому надо быть предельно внимательными. Для тех, кто уже не первый год принимает участие в мультигонке, это не новость. Тем не менее, трасса далась нелегко всем. Очень интересно. Мы второй раз. Сейчас намного сложнее, чем в тот раз. И хочется очень пить, потому что жарко на улице. Не, очень интересно. Спасибо. Тяжело? Да, тяжело. В середине нашего увлекательного путешествия самое трудное, на мой взгляд, участок. Победа нам и всем остальным участникам успеха. Мне очень нравится. Погода отличная. Ребята отличные. Этапы тоже. Так что всем спорт. Да, сложно. Но с командой хорошо. С командой несложно. Отличные ощущения. Но я так чувствую, что еще все впереди. Ощущения фантастические, учитывая, что у нас проектная работа предполагает больше сидеть. То есть такие вот дни выезда, они еще и для здоровья очень полезны. То есть в целом оцениваю как на отлично. В мультигонке сошлись 9 сборных команд молодежных организаций предприятий атомной отрасли. Инициатором еще в 2015 году выступил Совет молодежи «Атомэнергопроект» Московского проектного института. Смоленские атомщики сразу заинтересовались и занялись организацией этих соревнований при поддержке руководства и профсоюза. С каждым годом география слета становится все обширнее. В этом году на смоленскую землю приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Очень приятно видеть, что ребята в неформальной обстановке общаются, в том числе обсуждают проблемы производства, проблемы чертежей, их стыковок. И здорово, что как раз такое неформальное общение помогает им найти какие-то точки соприкосновения. Помимо соревновательных этапов не забыли организаторы и о чисто бытовых условиях. На слете работала полевая кухня. Общие впечатления у всех участников соревнований остались незабываемые. С каждым разом организация проходит все лучше и лучше. Уровень остается неизменным на высшем уровне. Встречают всегда с улыбкой, хлеб, соль. Все как положено для дорогих гостей. За год, честно скажу, половину трассы уже забыл. Но ощущения, впечатления от прохождения трассы нет. Этапы непростые. Конечно, не такие, как на гонке героев в больших городах. Но для нашего городка это вполне такое интересное массовое событие. Столько людей приехало. Прям впечатляет. Главный приз за победу в мультигонке с результатом чуть больше часа получила дружная шестерка Евгения Колесникова. В Десногорске реализуется программа «Безопасный город». Она призвана обеспечить комфортное проживание жителям и защитить их от преступности. В общественных местах уже установлены камеры видеонаблюдения. Несмотря на это, программа продолжает расширять свои границы. Управляющая компания МУПККП оборудовала видеокамерами многоквартирные дома. В настоящее время камеры работают в тестовом режиме на семи домах первого, второго и третьего микрорайонов. Данная мера должна улучшить безопасность десногорцев. Вся информация с них будет оперативно поступать в правоохранительные органы и диспетчерские пункты ГО и ЧС. Сегодня пока все системы видеонаблюдения пользуются управляющая компания и органы правопорядка. Все это сегодня формирует общую систему. Мы движемся в общем тренде вместе с администрацией города, с органами внутренних дел, по созданию единой большой глобальной системы «Безопасный город» в городе Десногорске. Установка видеокамер уже поспособствовала раскрытию ряда преступлений. Это поджоги машин и хищение велосипедов. Всё происходящее можно отслеживать не только в режиме онлайн, но и в записи. Видеоматериалы хранятся на сервере две недели. Основные затраты на приобретение и монтаж оборудования взяла на себя управляющая компания. Однако предполагается, что и жильцы многоэтажек также должны внести свой вклад в организацию системы видеонаблюдения. Там, где жители захотят иметь возможность пользоваться этой системой, наблюдать самостоятельно за придомовой территорией, за расположением припаркованных машин, за тем, что происходит, и самостоятельно её оперировать, там, где и собственники примут такое решение на общих собраниях, там, конечно, эта система будет установлена, включена в платежи и предоставлен доступ собственникам. Стоит это совсем недорого. По разным нашим расчётам, то есть, там, от 30 до 50 рублей с квартиры, такая примерно небольшая цена в месяц. Программа «Безопасный город» десногорцам понравилась. Сейчас время такое неспокойное. Могут сумку поставить, а что в сумке тоже вопрос. Поэтому я считаю, очень даже положительно, что стоите видеонаблюдение, и вот сейчас кодовые замки стоят. Камеру установили, чтобы не ломали двери, не вытаскивали их, потому что их ломают часто. Молодёжь собирается, откручивает, выкручивает, ломает вот это. А это хоть видно будет, может, поймают, кто это делает, безобразничает. Если собственники остальных домов проявят инициативу, то системы видеонаблюдения будут установлены и у них. 12 сентября в здании Центра управления информацией и общественных связей Смоленской атомной электростанции состоялось совещание по вопросам реализации проекта «Росатом вместе». Подробности далее. «Росатом вместе» – новое масштабное мероприятие Госкорпорации «Росатом», объединившее в одну сеть несколько социальных проектов, реализуемых в Атомградах. Проект стартовал в 20 городах. В нём активно участвует и Десногорск. Основная цель мероприятия – привлечение жителей к активному участию в решении вопросов в сфере образования, медицины, культуры, а также на развитие талантов и патриотическое воспитание. На это направлены уже известные многим проекты – «Школа Росатома», «Территория культуры», «Слава Созидателям», «Гражданин страны Росатом» и другие. Участники собрания отметили высокую важность программы «Росатом вместе» для нашего города. Я думаю, что каждому ветерану очень приятно знать, что память о нём останется надолго, что о нём будут знать не только его дети и внуки, но и, может быть, и правнуки. Это очень полезный, приятный, значимый для всех конкурс или вариант участия «Росатома» в жизни жителей нашего города. Вы знаете, я общаюсь много и не только с пенсионерами Смоленской атомной электростанции, но и с пенсионерами городскими, так скажем. Они тоже замечают, что город стал у нас интереснее, культурнее жить, много всего разнообразного. Поэтому я, конечно, прошу всех наших жителей, всех десногорцев, давайте проголосуем за то, что этот проект нам помогает жить, интереснее жить, активнее жить. Давайте улыбаться друг другу, будем повышать друг другу настроение. Итогом всех конкурсов станет фильм об участии в проектах и презентации городов. Финальное событие состоится в декабре в Москве. Победитель получит грант на развитие города на общую сумму 10 миллионов рублей. Чтобы в городе происходило еще больше ярких и красочных событий, госкорпорации «Росатом» необходимо получить обратную связь от жителей. Проголосовать за проекты, реализуемые в Десногорске, можно на сайте проекта «Росатомвместе.атомгорода.ру». Голосование продлится до конца сентября. Десногорск принял участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче». Полезный праздник – такое народное название получил фестиваль в регионах России. Как уменьшить потребление энергии, сохранить природные ресурсы – вот главная цель данного мероприятия. Вот уже третий год фестиваль проводится при поддержке Министерства энергетики России. В течение сентября-октября по всей стране будут организованы тематические мероприятия. В рамках фестиваля оргкомитет проводит и конкурсы. Всего их четыре. Это конкурс песни, творческих, проектных и исследовательских работ на лучший символ и конкурс флешмобов. Ученики первой школы Десногорска совместно с заместителем директора Ольгой Кузьмичевой и педагогом-организатором Татьяной Романовой решили попробовать свои силы и поучаствовать в конкурсе флешмобов. Ребята подали заявку и кинули клич во всех соцсетях, чтобы собрать как можно больше молодых и активных десногорцев. Мне было очень приятно, что весь город, вся наша молодежь, со всех школ присутствовали, посмотрели, да, и даже колледж участвовал, и маленькие дети, и прохожие. Вот такое, наверное, общее дело, оно объединяет. И хотелось бы поблагодарить Министерство энергетики Российской Федерации, по чьей поддержке проходит эта акция. И, конечно же, наш город Десногорск, нашу администрацию и атомную электростанцию, которые дают возможность нашу творческую молодежь так реализоваться. Энергичная музыка, танец и фонарики – вот то, чем вооружились активисты. Сплоченная работа и энтузиазм объединили их в едином порыве. Такие события, как фестиваль «Энергосбережение ярче вместе» дают нам возможность понять, что каждый житель планеты может сделать жизнь в своей стране лучше, бережно относиться к энергии дома и на работе, чтобы сохранить природу и внести свой вклад в развитие энергоэффективности. Именно к этому призывали участники флэш-моба. Мы – семьячие! Наши, наши, наши! В каждой второй семье в нашем городе есть люди, работающие на атомной станции или на предприятиях, обслуживающие ее. И мы знаем, какой это тяжелый труд. И вот этой акцией, я надеюсь, что люди посмотрят, заинтересуются, и все-таки будет больше людей, которые будут беречь и экономить электроэнергию. Акция специально была сделана для людей, чтобы люди понимали, какая роль играет электроэнергия в нашей жизни. И без нее нам будет очень тяжело. Я хотела поддержать ту тему о том, что мы обязаны сохранять электроэнергию. Так как у нас атомный город, то я не понаслышке знаю о том, что такое атомная энергетика. И в нашем мире мы не можем жить без энергии. Но ничто не бесконечно. Поэтому мы обязаны ее сохранять и ценить. Каждый город-участник, вливаясь в фестиваль, зажигается на карте сайта вместеярче.рф. Мы уверены, что очень скоро на ней загорится и наш город. А теперь коротко о погоде. 18 сентября в Десногорске будет ясно. Днем плюс 18, ночью плюс 13. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistov.ru С вами был Виталий Волков. Увидимся.